Добрый день! Продолжаем подготовку к единому государственному экзамену по обществу знаний. Сегодня мы рассмотрим задание номер 26. Данное задание представляет собой как бы двухкомпатентный элемент. Два элемента имеет теория плюс практика. Соответственно, получается, само задание построено на актуализации ранее полученных теоретических знаний и применение по отношению к ним практики. Соответственно, я разбил на четыре части то, что мы наше занятие. Во-первых, посмотрим само задание, критерии к нему, теоретические положения и рассмотрим некоторые примеры. Задание номер 26. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции общего образования. Соответственно, получается, нужно обратить внимание, что нужно вспомнить определение понятия образования, его функции и потом уже привести три примера. В каждом случае сначала назовите функцию, затем приведите соответствующий пример. Каждый пример должен быть сформулирован, развернуто. Это означает, что нужно назвать три функции, потом к ним примеры должны быть не просто относ или два слова «школа», например, «семья», а именно развернутый вариант. Как эта функция воздействует? Давайте посмотрим на критерии. В правильном ответстве должны быть названы функции и приведены соответствующие примеры. Например, «Обучение основам наук». Пример такой. Например, на уроке астрономии Иван изучал строение солнечной системы. Соответственно, у нас есть субъект Иван. Он что делает? Он изучает. Где он изучает? В школе на уроке астрономии. И что он изучает? Строение солнечной системы. Так, следующее. Освоение социальных норм. Например, Анна, субъект, научилась не опаздывать, соблюдать дисциплину во время урока, вежливо общаться с учителями и одноклассниками. Соответственно, получается, кто? Анна. Где научилась? Во время уроков. Чему научилась? Соблюдать дисциплину и не опаздывать. Следующее. Развитие способности общаться и взаимодействовать с другими людьми. Например, работая в группах, кто? Ученики. Научились сотрудничеству в учебных целях. Ну, подразумевается, если рабочая группа, соответственно, тоже подразумевается, что это происходит в школе. И чему дети научились? Они научились сотрудничать. Ну, соответственно, получается, могут быть любые примеры названы, могут быть даже названы другие функции, но при этом не выходя из контекста, что мы рассматриваем именно систему общего образования. Так, давайте посмотрим теоретические положения. Что же такое образование? Образование в данном случае берется как социальный институт. Что такое социальный институт, ребята, вы знаете. Кроме школы у нас могут быть армия, семья, работа, учеба и так далее. Представляет собой часть процесса социализации. Что такое социализация, тоже нам надо помнить. Целенаправленно происходящего в формальных организациях и нацеленного на усвоение учащимися определенных знаний. Обращаю ваше внимание, что именно берется за основу, что такое образование по отношению к формальным организациям. Это не могут быть, например, сказать, меня воспитала улица, например, и так далее. Это так называемое неформальное образование. В данном случае мы берем только систему образования в виде формальных организаций. Давайте рассмотрим функции, для чего существует система образования. Во-первых, реализация культурного наследия. Что это означает? Это означает, что школа как система, в данном случае школа имеется в виду не только начальная и средняя, но и высшая, передает господствующую культуру. И, соответственно, получается, если мы рассматриваем разные эпохи, то и культура, которую будут передавать институты образования, будет разной. Следующее, второе. Образование как средство социального контроля. Ну, это вполне, особенно детям, по-моему, известно. Если где-то что-то случается, в первую очередь спрашивают, ты из какой школы, кто ты, да? И, соответственно, получается, если негативное что-то происходит, соответственно, это ассоциируется не только с отдельным ребенком, да, но и его образовательной организацией. Следующее. Образование как фильтрирующее устройство и фактор вертикальной мобильности. Ну, это особенно родители. Детям говорят, что вот получишь хороший диплом хорошего учебного заведения, ты сможешь добиться успехов в своей жизни. По-моему, это объяснять тоже не очень надо. Так, следующее. Четвертая функция. Образование как фактор демократизации общества. Что это означает, да, что мы цивилизованные культурные люди и мы не будем себя по-варварски вести. Поэтому и говорят же, да, вы культурный человек или вы не культурный человек. Так, следующее. Образование как статусообразующий фактор. Что имеется в виду? Ну, например, да, у врачей есть такой предмет, как латинский язык. Почему он нужен? Он нужен для того, чтобы в какой-то мере, не хочется применять слово каста, да, но отдельный, отдельный слой населения, который обладает уникальными какими-либо статусообразующими особенностями. И, соответственно, получается, вот нетрадиционная медицина, у них таких статусообразующих вещей наподобие латинского языка нет. А у системы классической медицины такое есть. Или, например, юриспруденции или какие-то другие профессии, где необходимы особые какие-то знания, которые не позволили бы обычному человеку просто взять, прийти и влиться в эту касту. Так, и спорное такое шестое утверждение. Образование как фактор, способствующий эксплуатации угнетенных групп. Ребята, надо понимать, что социологическая наука развивается довольно долго и точек зрения очень много. Это не значит, что именно преобладает какая-то точка зрения. Поэтому альтернативную точку зрения тоже можно привести. Мы же совершенно точно знаем, что система общего образования появляется в конце 18-го, начале 19-го века. Это что означает? Это означает эпоха промышленного переворота и индустриализации. Это означает, что люди, которые впервые получили возможность бесплатно получить образование, они почему-то именно в это время получили. Потому что нужны были рабочие силы для более сложных каких-либо операций. Если же применительно к брать современной просто школе, то в более младших классах дети приобретают более простые какие-либо умения. дисциплина, усидчивость и так далее. А в более старших классах, то ребенок должен уже обладать какими-либо творческими, исследовательскими способностями. То же самое по отношению, например, к среднему профессиональному образованию или высшему образованию. Так, соответственно, мы рассмотрели само задание, что это обязательно теоретически какие-либо знания. И мне надо продемонстрировать функции, особенности. Плюс мы рассмотрели критерии, как оценивается, и попытались вспомнить основы теоретически. Давайте рассмотрим примеры. Первый пример. Функции образования. Образовательная, социализирующая, коммуникативная. Примеры. Сережа Иванов. Хорошо, вот субъект есть у нас. На уроке географии в школе узнал много новых стран. Познакомился с другими странами. Юлия Петрова, перейдя в новую школу, смогла найти общий язык с одноклассниками, потому что в старой школе ее учителя помогли стать ей открытой и уверенной. Школа, в которой она до этого была, помогла ей стать уверенной и открытой. В себе девочкой. К Саше, который всегда смущался одноклассников, подошла девочкой и предложила дружить. После чего мальчик начал общаться не только с девочками, но и со всеми окружающими. Давайте правильный ответ посмотрим. Названы три функции. Засчитываются примеры, иллюстрирующие первые и вторые функции. А так как уверенность в себе тоже следствие социализации. Автор указывает, что именно учителя, девочки, помогли стать более открыты и уверенны. Но третий пример, к сожалению, мы принять никак не можем. Почему? Потому что нарушены требования данного задания. Второй пример. Читаем вместе. Социальное. Передает накопленные обществом знания. Человек чувствует социальную ответственность по сохранению и передаче духовного наследия. Мировоззренческое. Формирование у ученика системы представления о мире в соответствующей эпохе. На уроке биологии рассказывает о строении человеческого тела. И о том, как устроена природа. Идеологическое формирование и формирование у подрастающего поколения. Жизненной позиции. Ученик девятого класса после урока биологии, посвященного строению человеческого тела, решил, что он будет работать хирургом. Адаптационная. Помогает человеку почувствовать себя неотъемлемой частью общества. Гражданин К. адаптировался к холодному климату благодаря постоянной закалке. Можно засчитать все названные функции, но более-менее корректно только один ответ в виде примера представлен. Это мировоззренческая функция. Поэтому, к сожалению, в данной работе выставляется только один итоговый балл. Ребята, мы сегодня рассмотрели задание номер 26. Еще раз напоминаю, что элементов очень много. Их всех надо учитывать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok